У южнокорейского острова Чиндо туристов, в том числе приморских, ждут не только красоты местной природы, но и самое настоящее чудо, которое, впрочем, уже объяснила наука. Случается это два раза в году. Воды моря на время расступаются, появляется дорожка длиной около 3 километров и шириной 40 метров. Аномалия наблюдается тогда, когда в единый ряд становятся Луна, Солнце и Земля на своих космических орбитах. Это значительно усиливает гравитацию, которая и вызывает загадочное явление. Продолжается это в среднем 60 минут, что привлекает огромные толпы туристов. Некоторые местные жители верят, что к чуду причастен дракон, который и заставил разойтись воды. На универсиаде в Красноярске выступила первая и пока единственная в мире фигуристка в хиджабе Захра Лари из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее выступление ждал весь мир, поскольку ради этой девушки Международный союз конкобежцев изменил правила. Раньше регламент запрещал и хиджаб, и головные уборы всем участникам. Но 24-летняя Лари доказала, что все в мире возможно. По итогам короткой программы она не смогла пробиться в финал. Отметим, что самая большая мечта девушки выступить на Олимпийских играх. В сети запустили, пожалуй, самый нужный челлендж – трэштег. Его суть в том, чтобы выложить фото до и после уборки мусора. А началось с обычного снимка, которым парень поделился у себя на странице. Он добавил фото до и после уборки. Это вдохновило пользователей всего мира навести порядок на собственной планете, пусть и на маленьком ее участке. Как говорится, лиха беда начала. Блогершу из Китая называют хамелеоном. Все потому, что она с помощью макияжа может перевоплотиться в любую известную личность. Будь то Джонни Депп, Тейлор Свифт или Мона Лиза. И даже Альберт Эйнштейн. Ее мастерству можно только позавидовать. И напоследок песик, который явно кайфует от визита к грумеру. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться, или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире восьмого канала. Дмитрий Беломестнов, Новости на восьмом.